Лёля, я с офицером уехала в Геленджик. Я вас всех бросаю, выживайте сами. У нас женщина-женщина ни друг ни разу, ни товарищ. А женщина-женщина враг. Мужика больше в моей доме не будет никогда в жизни. Я замуж вам больше не выйду. И ты с каким-то солдатиком или с прорапом едешь на север. Я тёлка была классная, длинные волосы, короткие юбки. Но вы пьёте же? Нет. Вообще? Ну, как-то мало неинтересно. Я стала лепестками роз, розовой водой, шёлком. Я стала жару, розовым снегом. Вадим, спи. Спи, усни, Вадим. Я никогда никого так не любила. И ретевое зашлось. Я Крым наш, мой. Я ватница абсолютная. Сколько той жизни осталось? Дай в историю войду, чтобы потом обо мне говорили. Скажи, гордивый, скажи, скажи, скажи. Сэй, сэй, сэй. Сэй, 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 сэй. Сэй, сэй. Ладно, я прям не успею ничего иначе. Ладно, пожалуйста. Хорошо. Ладно, прям скажи это. И тогда я рептируюсь. Сэй, 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 сэй. Хорошо. А вы скажете, у вас бесть, когда вам говорят. Ой, Лариса, со времён жестокого романса вы ничуть не изменились. Вы так хорошо выглядите. Говорят, ничего, я ненавижу враньё. Чего вы мне врёте вообще? Мне очень хорошо было. Я не помню вообще ничего. Да? Не пересматриваю никогда. Я интервью клянусь вам. Ненавижу. Петя, сэй, 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 сэй. Так, Ларис, вопрос. Мы с вами очень удачно надели белое. Это тоже белое. Поэтому у нас есть с вами шанс. Любой, оттенок любой. Лиловый, фиговый. И всё, мне всё равно, ребят. Лиловый, оранжевый. А вот такой будет? Такой нормально? Ну, пусть будет такой. Вас близкие все называют Ларой, я заметила. Можно я тоже буду так говорить в интервью? Спасибо. То есть это не будет нарушением дистанции? Кто вас назвал Ларисой? Давайте так. Значит, не в честь какой беспредельницы меня не называли Ларисой. Просто маме очень нравилось это имя. Она хотела Вадима, мальчика, и до последней минуты думала, что родится Вадим. А родилась я, Лариса. Поэтому, когда я иногда бываю плохой, я говорю, Вадим, усни. Вадим, уйди из меня. Поэтому на работе знают, что если Вадим проснулся, надо лучше сидеть в своих гримёрках. Я говорю, Вадим, утихомирься. Так что Вадим во мне, конечно, мощный. Каким был Оренбург вашего детства? Не очень счастливым. Я бы не уехала. Не вспоминаю детство, не люблю. Нет вот этого, ой, сейчас бы в школу на часок, на денёк. Вот сейчас бы туда, трусы пузырём, по берегу, там Урала, в белом платьице. Нет, нет, нет. Я вообще, если бы мне сказали, хочешь, чтобы тебе снова 24, я бы лучше пару годков отсидела в тюрьме. Да, да. Я не люблю вообще, не, не, не. Я вот этот период становления, он такой был тяжкий. И детство какое-то было. Ну, единственное, что моя мама. Вот это свет в окне, и это мой свет, и мой ангел. Ну, кроме мамы, я и вспомнить ничего не могу хорошего. Вы начали курить в первом классе? Угу. Это от дурости. Ну как, все курили, воровали. В первом классе все курили? Да. Нормально у вас там правила в Оренбурге. У нас всё-таки с третьего курили в Ростове. Нет, ну а как, ну воровали у соседского дяди Феди папиросы. И курили с Надькой в кустах. А что сейчас с Надькой? Как-то я её не видела давно. Мало своих одноклассников я встретила. Был у нас вечер встречи выпускников. И вы поехали? Да, я поехала. Первый раз об этом рассказываю. Наверное, нехорошо, потому что кто-то увидит. Ну, расскажу, ладно. И прямо так меня звали. И звонки телефонные, и прям телеграммы. Думаю, ну ладно, я поеду. А что раз так зовут. Вот. И я прям такая красивая. Оренбурге, говорит, уложилась. Глаза подвела. Такая вся в красивой шубе с цветами, какие-то подарки. Я приехала в школу. И думаю, ну не могу я в раздевалке сейчас эту шубу из шиншиллы повесить. И я так постучалась, я говорю, здрасте, синить, а можно я у вас шубу здесь брошу? Они сказали, там раздевалка. А, я говорю, а у вас нельзя? Говорит, ну в раздевалке и повесьте. Думаю, ну ладно. То есть они вас не узнали? Нет. Во-первых, я думала, что, ну я же там ресницы, тончик, думаю, телевидение приедет. Ну как, я в этой школе училась, так звали. Думаю, ну гордость школы, в конце концов, сельская школа. Я речь подготовила, ну думаю, что я скажу выпускникам, что не бойтесь ничего. Вот вас всех стращает, какая трудная, тяжелая жизнь. Через что вам придется пройти, а вы там держитесь. Думаю, не надо держаться. Надо прям сказать, вот верьте в себя, верьте в мечту. Не предавайте себе, если вы чего-то хотите, у вас обедать не получится. И в актовом зале я так захожу, все сидят, мест нет. Ну я смутилась, честно говоря. Думаю, ну хотя бы какой-то там пионер, и ко мне подбегут, и интервью скажут, нам для газет, вот что вы, да, у нас вот учились, а правда ли? И как они говорят, и можно с вами сфоткаться? Нет, вообще, как будто меня нет. И я так как-то так постояла, думаю, я говорю, а можно я сюда седу? Ну садись. Короче, я села, никто мне слова не дал, никакого. Я пошла покурить, вышла там, покурила. Брату позвонила. Одноклассники-то ваши? Да, одноклассники в классе собрались, их было мало. Я говорю, а ни в кафе, нигде нет? Ну здесь нормально посидим в классе, а что? Я говорю, а курить можно здесь? Ну не знаю. Я говорю, ну дайте мы хоть как-то выпьем там, ну как-то соберемся. Может все-таки сходим в кафешку куда-нибудь? А что тебе здесь не нравится-то? Я говорю, ну хорошо, ладно, мне все нравится. И как-то я так про себя думаю, я сейчас приеду с братом и выпью, и поговорю, и посижу. Вот так я съездила. Думаю, на черта я летала, зачем меня вот это выдернует? А вот чтобы показать, как мне одна сказала, мы в Москве не живем, зато у нас дети здоровые. Я сказала, поняла. Вот какая-то такая вот нелюбовь. Переводчики не самая медийная профессия, но в ней есть свои суперзвезды. Один из таких примеров – Виктор Суходрев. В 2005 году «Нью-Йорк Таймс» назвала его королем переводчиков. А Павел Палащенко, переводчик Михаила Горбачева, охарактеризовал золотым стандартом профессии. Суходрев долгое время работал с советским лидером Никитой Хрущевым. Один из самых легендарных моментов в карьере Виктора Михайловича случился на приеме в польском посольстве в Москве в 1956 году. Хрущев тогда произнес фразу «Нравится вам или нет, но история на нашей стороне, мы вас похороним», имея в виду, что социализм эффективнее капитализма и переживет его. Вообще говоря, имелся в виду известный тезис Маркса о том, что пролетариат станет могильщиком капитализма. Но Суходрев перевел эту фразу дословно «We will bury you». И эти слова, конечно, произвели оглушительное впечатление на западный мир. Их долгое время цитировали в карикатурах на советского лидера. А спустя почти 30 лет певец Стинг вспомнил их в известной песне «Russians». В СССР английский язык был применим лишь в небольшом количестве профессий. Ну а сейчас знание языка открывает гораздо больше возможностей в жизни. Изучать его можно в удовольствии, в комфортном для себя формате, например, в онлайн-школе Skyeng. Там есть возможность учить английский самыми разными способами – от разговорных клубов до общения с преподавателем на интересные темы. Сейчас, кстати, посмотрим, как выглядит пробный урок с преподавателем. Бесплатный. Какая-то любимая урок с преподавателем? Италия. Если у вас нет. Италия, да. Италия, да. Какая-то любимая урок с преподавателем? Я думаю, это моя вторая урок с преподавателем. И ты говоришь итальянский язык, правильно? Да. И сколько языков вы можете сказать итальянский язык? Я говорю французский и в нем. В нем. Хорошо. Хорошо. Давайте возвращаться на русский. Хорошо? Хорошо. Сейчас по итогам тестирования у нас система приводит на уровень upper-intimity. Поэтому моя рекомендация точно позакрывать пробелы на этой ступеньке и двигаться уже на следующий на уровень зима. Подходит такой вариант? Конечно. Отлично. Тогда я вам рекомендацию сейчас отправлю на почту вместе с первым домашним заданием. И вам придет в одном письмо, где вас ориентируют уже как представить капучину. Хорошо? Да, поняла. Спасибо вам большое, Елена. Если вам нужно подтянуть английский для работы, или вы просто хотите сделать это для себя, например, чтобы смотреть фильмы без дубляжа и слышать реальные голоса любимых актеров, записываемся в Skyeng. У школы больше 11 тысяч преподавателей со всего мира. И вы уж точно сможете подобрать того, кто подходит именно вам. По ссылке в описании два урока для всех новых учеников Skyeng по промокоду Гордеева. Переходим, записываемся и совмещаем интересное с полезным. А почему, когда вы уехали из Оренбурга, вы поехали в Ленинград, а не в Москву? Я прошла все туры Кате Льярцеву. Да, в Щукинском училище. А вот сейчас можно говорить, есть судьба, не судьба, судьба есть. Все абсолютно уже расписано. Я в Питере тоже прошла туры, и я пошла в блинную. У меня было 25 рублей одной бумажкой. И я зашла в блинную купить блинчики. Я даю эти 25, мне дают копейки сдачи. Вот эти я их забираю, я в блин и ухожу. Нужно было купить в Москву билет, чтобы уже сдавать общеобразовательные экзамены. Я открываю сумку, у меня эти где... И я думаю, ой, я же их в блин не забыла. Я прибегаю туда, я говорю, ой, а вы знаете, я бы мне это сама вам дала, короче, 25 рублей. А вы мне дали... Да, я говорю, а вы мне дали же сдачи. А всегда так, дают мелочи, а потом дают эти... Я говорю, в полную верность, она сейчас скажет, детонька, конечно, вот тебе, милая. Она вдруг смотрит, говорит, ну пошла, я тебя в милицию не вызвала. Я говорю, я вот у вас взяла там, да, и компот, например, да. Я говорю, а вы мне... Она говорит, а ну иди отсюда. Я поступала к Петрову, я поступала к Куницыну и речевая эстрада, и везде прошла. И Владимир Викторович Петров, он говорит, я знаю, что ты там еще бегаешь. Будешь бегать, никому не пройдешь. Приходи завтра. Ну, там на очередной литос. И все. И я так думаю, ну правда, если берут. И он мне помогал сдать, Владимир Викторович, экзамены какие-то. Ну, где нужно было что-то, он сказал, будет там точечка. Ну, как бы я была вот такая любимая. Ну, хотели. Не пожалели? Что Ленинград... Все по-другому же вообще бы сложилось. Да. В молодости ты ни о чем не жалеешь. В молодости нет такого чувства, как сожаления. Потому что тебе кажется, что у тебя будет все впереди, и будет все только лучше. Сожалеть начинаешь уже, мне кажется, лет после 35. Думаешь, вот какая я дура. На черта мне нужно было вот это тратить, молодость или там еще. Или вот сейчас в моем возрасте. Спрашивают в интервью, а вот вы жалеете о чем-нибудь? И актеры прям с таким порывом говорят, нет, ни об одном прожитом дне. Думаю, это же как они должны были счастливо прожить жизнь, чтобы ни о чем не жить. Я вот прям жалею, думаю, вот какая я была идиотка. Курила, бухала, там, не знаю, тратила свое здоровье, с какими-то идиотами встречалась, не знаю, дарила себя каким-то недостойным. Думаю, зачем? Вот если вы сейчас с белого листа, вот лучше бы этого не было. Шаурма, покупай, вставай здесь. Я тебя поздравляю. Покупайте. Шаурма, шаурма, на, держи, держи, пока я даешь, и потом такой третий. Блин, ну его видно. Я просто пересъемку, мы еще на них будут крутить. Готовы? Готовы? Хлопнул? Пошли. Я за вами. То есть вы отсюда обычно выходите? Да. Нет, я выхожу. А вы отсюда по ступеням? Да. Так. Я прям святая святых. Да ладно вам. Хорошие с какой стороны обычно сидят? С этой или с этой? Я сяду с той стороны, с которой хорошие. А нет, хороших, плохих. Никогда не угадаешь, кто придет. Но для меня хорошие все. Но у вас же были истории, когда вы выходили, помните, с программы, когда вы уходили? И даже когда вы не хотели разговаривать? Ну, я живой человек, ну, естественно. Но это не значит, хороший или плохой. Это значит, что человек перешел какие-то границы. Может быть, он и хороший. Но в данной ситуации, может быть, я его спровоцировала. Ну, вот на такое. А может быть, такой родился. А может быть, его таким сделали. Я не хочу в этом копаться. Это не мой хлеб уже. Вы не будете себя сдерживать, понимать, что у нас эфир, мы должны отработать? Буду. Вообще, у меня адовое терпение. Я думаю, что если бы у меня не было такого терпения адового, то 14 сезонов мы бы не продержались. Это же производство, понимаете, они не пришли же ко мне на кухню. Сели так, да, о, да, поговорили, нравится, не нравится, показал на дверь. Нет, это же производство. Представляете количество людей, которые задействованы. Они все сидят на зарплате, все и операторы, и свет. Ну, вы сами видите, да, и редакторы. Поэтому какое я имею право? Что значит, понравилось мне? Но бывает иногда очень редко, вот за все эти годы, когда, ну, человек просто уже. Потом очень многие приходят из-за каких-то внутренних собственных проблем. Им кажется, если они сейчас вылиты, это не на страницах, там, Инстаграм, например, да, когда оскорбляют, желают смерти, чтобы ты сдохла, чтобы твои дети подохли вместе с тобой, чтобы вы заболели плохой болезнью. Я не понимаю, боже мой. А вам за что это? Я не знаю за что. Ну, вот что-то внутреннее у них есть. И потом они так говорят, там, наверное, своим подругам, друзьям, я сейчас это Гузееву сделаю. Вот они приезжают и хотят сделать это. Некоторым удается, потому что я потом, я же живая, я плачу в гримёрке, естественно. Ну, а как? Вы плачете в гримёрке после записи программы? Бывает, конечно. У меня был гипертонический криз страшный. Однажды была героиня с мамой, но я такого просто не видела. Мне кажется, нужно пройти какие-то курсы, где повышают твоё скотство или твою, не знаю, ну вот твою агрессию или твой идиотизм, твой дебилизм. И она преуспела в этом. Нет, она просто сидела, она измывалась. Бедная девка, её дочка. И я прямо это видела, что она несчастная. Я пыталась ей объяснить, достучаться на неё, это было бессмысленное всё. Потом уже я приехала домой, думаю, у меня двое детей. Мамочка, думаю, какой я имею право, вот так была себя. Я думала, что мне хватит инсульт. Вот такими же словами не разбрасывается. Я думала, я сойду с ума, у меня поднялось давление, у меня голова. Я пыталась её переубедить, что нельзя так. Это твоя дочь, и у твоей дочери одна единственная жизнь. И уже не ты главная вот в этой связке мать и дитя, а дитя главная. Она замуж всё время хотела выдать за такого, которым соответствовало её критериям. И один раз не получилось, они пришли в вторую дочь. Да, да, да. А главное, твой ребёнок. Я пыталась, у меня никак не получалось. Нет. Вещи нехорошие. Либо вы сейчас... Да, секундочку. Послушайте, я сейчас с вами не разговариваю. Вы не знаете человека... Я с вами сейчас не разговариваю. Во всю страну. Я разговариваю сейчас с Дашей. Она много пережила. С вами? Она с вами не просто много пережила, она свою жизнь благодаря вам превратила в вас. 14 лет вы изучаете важнейшую часть русской жизни, русскую женщину. И мне кажется, что такого исследования не проводил ещё никто. Что вы теперь знаете о русской женщине такого, что вам не могло прийти в голову 14 лет назад? С определённого возраста женщины хотят любить. Вот самое интересное, что даже не в юности и не в молодости. А вот те, кому вовремя не дали любить родители, вот то поколение, когда говорили, сначала институт, потом присмотрелись за тем мальчиком, за другим из хорошей семьи. Вот лучше Миша. И она вот лучше выходит за Мишу. Потом она с этим Мишей мается, мучается. Миша ей не разрешает носить короткие юбки, распущенные волосы. Мама всё время зудит. Не веди себя так, а то Миша тебя бросит. И вот когда она уже родителей похоронила, с Мишей развелась, она приходит за любовью. Это сколько примерно ей? Примерно полтос за 50. И вот тут беда, конечно. И тут такая жалость и сострадание. И смех и грех. Поэтому, если есть возможность, детей нужно своих баловать, прям выпрыгивать из штанов. Нужно всё им давать, чтобы они проживали свою жизнь более естественно, правильно. Девочки должны влюбляться, разочаровываться, рыдать под окнами у мальчиков, ходить. С девочками у подъездов должны драться за свою любовь. Это более естественно. Это называется, будет в старости что вспомнить. А вот этих жердяев пузатых, которые им устраивают в жизни, покупают им модные сумки и платья, это же потом всё надоедает. И дома надоедают, и они в мучениях проживают все свои лучшие годы, но в домах с поездками к морю и в горы. А потом ничего. И такие тоже приходят. Поэтому я за любовь, которая в молодости. Вот пусть любят, пока молодые в страстях. И вообще детей рожают пусть по любви, от любимых, от красивых пацанов, пусть и балбесов. Тогда будут дети родиться красивые, талантливые, любимые, а не для того, чтобы за их счёты выживать. Мне всегда кажется, что русская женщина чрезвычайно жертвенна. У вас тоже было большое количество таких программ, когда она рассказывает, что вот этот мой беззубенький муж, вот он пьёт, вот он меня бьёт. Но он у меня есть. И лучше он будет такой, чем никакого не будет. Я завидую им. Да ладно? Мы сейчас были с дочкой на море, и она поздно просыпается, потому что молодая, потому что как раз она правильно проживает. И я куда-то с подружкой и пишу ей записку. Лёля, я с офицером уехала в Геленджик. Я вас всех бросаю. Выживайте сами. Ну, в общем, я вот себе даже иногда фантазировала. Как это так? Это, наверное, такое счастье, так влюбиться, что ты бросаешь своих родителей, своих детей, мужа, оставляешь им дом, деньги, и ты с каким-то солдатиком или с прорабом едешь на север. Это какая такая любовь? Я не понимаю, я не знаю, что это такое. Но это же круто, наверное. Мне кажется, нет. Да, но ведь какой-то мыслительный процесс, эмоциональный процесс, что-то ведь у них в организме происходит, у этих баб-то. Это, мне кажется, какая-то русская история про то, что мужчин нужно любить больше, чем детей. Я не могу себе это представить, не знаю, в странах Средиземноморья. Многие даже психологи говорят, потому что дети потом вырастут и улетят, а вам нужно будет донашивать то, что вы себе выбрали, в жены или в мужья, вот с этим вам придется жить. Я это не понимаю, я вообще не понимаю. Ради ребенка я, например, отдам почки, сердце, кровь, а ради мужчины ни ради одного я не пожертвую ни одной частью своего тела. А есть женщины, которые жертвуют. Это такой дефицит мужиков? Нет, а я думаю, Катя, это болезнь. Я думаю, что все эти женщины нездоровые. Как все? Полстраны? Ну, не полстраны бросают своих детей и уезжают. Не полстраны. Но мне кажется, те женщины, которые позволяют, чтобы истязали их кровиночек, измывались, а они бы потом ложились спать с этими, ну, да, недомущинами. Женщины, когда знают, что их дочек насилуют отчима, и они закрывают на это глаза, и еще потом девочкам говорят, а что ты проститутка? Входишь тут в коротких юбках. Сама соблазнила. Паразитка. Я это не понимаю. Мне нельзя к власти, например, допускать, потому что я знаю, как распоряжаться, я знаю, что с этими людьми делать. Что? Ну, я бы их просто... Ну, сделала бы так, чтобы они, как минимум, больше не рожали. Мужчины или женщины? Женщины. Женщины. Конечно же, это с твоего молчаливого согласия это ты закрываешь глаза, когда издеваются над твоими детьми, когда твоих дочек затягивают в постель. С мужчинами отдельный разговор. С мужчинами пусть мужчины разбираются. Ну, наверное, треть ваших героинь так или иначе говорят о том, что их били или бьют. Это тоже какая-то национальная история, что женщины живут с мужчинами, которые... Кать, ну давайте будем честны. Ну, во всем мире женщин бьют. А в Америке, а в Европе истязают. Там есть специальные приюты для женщин, над которыми издеваются. Я думаю, процент один. Но у нас меньше возможности защитить этих женщин. У нас женщина, женщине враг номер один. Почти все женщины на стороне насильников, а не на стороне жертвы. Вот я, например, своей дочке говорила с самого детства. Женщина никогда не виновата. Никогда. Вот даже если она пьяная лежит на пляже с раздвинутыми ногами и без трусов, нормальный человек ее просто прикроет и отведет пьяную ее в номер или там в квартиру куда. А подонок воспользуется. Женщин нельзя вообще никого трогать, нельзя никого, нельзя бить. Никогда женщина не виновата. Она никогда не провокатор. Ну, отвернись, не смотри, я не знаю, ну, заклей себе очи. А соседи говорят, ну, только она сшалала. Ну, так она с детства такая. Так и мать у нее сшалавая бабка. Так ей и надо. А Вася? А Вася ничего хорошего, Вася. А что? Ну, убил, правда, да. Ну, мать свою убил. Ну, так мать тоже виновата. У нас женщина-женщине ни друг ни разу, и не товарищ. А женщина-женщине враг в основном. Никто не прикроет никогда. Ну, не говорю. Есть организации, где работают очень хорошие люди. Да, да. Есть женщины, у которых эмпатия на первом, втором и пятом месте, которые ко всем хорошо относятся. И к букашкам, и к таракашкам, и к людям в том числе. Но в основном, я не могу понять, или из-за того, что они сами намыкались в молодости и в зрелые годы. Поэтому они говорят, вот я прошла через свои там общежития, и тебе тоже надо. Вот меня муж там колотил, а отец из дома выгонял, и ты и пройди. Ишь, какая принцесса. Вот это тоже есть. Не знаю, объяснить не могу. А как вы, кстати, относитесь к этой истории, когда сейчас все девушки, женщины, и уже даже бабушки вспоминают истории домогательств, которые с ними случились от 40 до 60 лет тому назад. И у очень многих людей, ну, в основном в Голливуде, до нас это не сильно дошло, рушатся карьеры и жизни. У меня нет однозначного ответа, но я с этим живу. Я держу язык за зубами. Я не осуждаю этих женщин, которые вспоминали. Мы с этим живем. Поэтому, когда пишут в сетях, какие артистки, суки, проститутки, что сначала давали, а потом там... Потом вспомнили. Да, я пишу. Вы вообще не имеете права судить, потому что вы некрасивая, и вы не артистка. У вас нет этого опыта. Потому что если вы, например, работали бухгалтером, а к вам старший бухгалтер приставал, вы могли поменять работу или сказать мужу или начальнику, да? И ваша карьера бы никуда не делась. А артистки, взаимосвязь артистка и режиссер — это другая история. Режиссеры в те времена имели огромную власть, и они могли перекрыть кислород и так далее. Поэтому вы даже не смеетесь открывать рот. Кто вы такая? У вас была одна проблема всю жизнь, как кому-то дать, понимаете? А у красивых артисток проблемы, как вот этих вот домогателей из своей жизни убрать и не потерять работу. Это вообще страшно. И когда мы с моими подружками сидим и вспоминаем, и говорим, а вот этот вот, и к тебе тоже, да, мы с этим живем. Просто я никогда не расскажу об этом в жизни. Потому что, ну, во-первых, я не хочу, как все, вдруг там, знаете, со слезой, за миллион рассказывать, что-то такое вспоминать. Было, конечно. У таких преступлений нет срока давности? Нет. Мне их не жалко. Они же были уже упырями в то время. Это чистые упыри, которые понимали свою власть и понимали, что девчонка там, ну, 20-летняя или там 18-летняя, что она, слова не можно сказать, она уже утверждена, ее уже снимают. А что ей делать? Ну, что ей делать? А он к ней ломится ночью в номер. Да? Это ад. Я с таким адом жила. Я в таком аду жила. И когда ты подходишь к ассистентке и, ну, как бы с ней откровенно, и у нее просишь какой-то защиты и спрашиваешь, а что мне делать? А она потом тебя сдает, и потом тебе устраивают еще больший ад в группе. Что значит давности лет? Что он потом исправился, что ли? Женщины же этого не забывают. Вы же помните все свои обиды, правда, наверное, с детства? Да. Вот. Ну, и, конечно, ну, раз вы помните, значит, и мы все это помним. Надо ли об этом рассказывать? Не знаю, вон, как на Ленку Проколову все накинулись. Ну, она была слишком артистична, рассказывая это, но это уже нюансы. Вот сейчас Боба Дилана будут судить. Господи, а он-то... Он 40 лет назад вроде бы совратил 13-летнюю девочку в отеле. Вроде бы, или это было? Ну, а кто же теперь знает? Она сейчас рассказала, что такое. Слушай, такая тема. Кто-то хочет денег, а вот когда ты понимаешь, что женщина с этой болью живет, и она никаких денег уже не получит, кроме того, что плевки в себе в спину. А ты женщин, кстати. В смысле? Ну, которые скажут, а ты что в 13 лет ты там это ходила и расщепелилась перед ним, а сейчас, ишь, что, надумала рассказать. Ой, я даже не знаю, наверное, есть специалисты, психологи, которые скажут, как правильно, как с этим жить вообще, как... А вы как думаете? Я думаю, что таких преступлений не на сроке давности, но я в том числе думаю, что у очень многих людей есть желание хайпануть на истории, которые, возможно, не было. А слушайте, были случаи, когда там, по молодости, все напились, и потом проснулись, думаешь, ёбля, это с кем? Это кошмар какой-то, да? Но тут вроде никто не виноват. Я говорю только о тех, кто имел огромную власть и влияние. И был старше. Елисеева – одна из важнейших фамилий в истории русского купечества. В 1813 году основатель династии Петр Елисеевич Елисеев переехал из родной Ярославской губернии в Петербург, где открыл на Невском проспекте лавку, в которой продавались вина и колониальные товары. Так началась история бизнес-империи, вершиной которой стал елисеевский гастроном на Тверской. Уже в Москве он открылся в 1901 году и буквально сбил публику с ног роскошью своих интерьеров. Про вина – отдельная история. С расширением бизнеса Елисеевы стали закупать не готовое вино, а виноград в винодельческих провинциях Франции, Испании и Португалии. Доставляли его в Россию на своих парусных судах. Чтобы первичная обработка происходила на месте, Елисеевы построили специальную инфраструктуру в Бордо, Хересе и на Мадере. Логистика была очень удобной. Прямо с кораблей продукцию доставляли в динные подвалы на Васильевском острове. И вино не теряло своих свойств. Однако с ростом товара оборота собственного флота стало не хватать. И Елисеевы делегировали эту задачу логистическим компаниям, которые помогли справиться с ней эффективнее. В наши дни вопрос логистики остается по-прежнему актуальным во многих сферах бизнеса. Сервис Яндекс.Доставка позволяет бизнесу любого размера получить управляемую доставку, а покупателю радость от покупки. Тут есть суперудобная опция «Экспресс.Доставка» за 1-2 часа. Она подходит и микробизнесам в социальных сетях, и крупным торговым сетям. И вот еще несколько причин, почему это суперудобно. Время прибытия курьера рассчитывается с точностью до минуты, а его местоположение всегда можно посмотреть на карте. Есть много способов доставки. Пешие курьеры, курьеры на автомобилях, фургоны с холодильником и без. Подключиться к Яндекс.Доставке можно через личный кабинет на сайте, а можно просто вызвать курьера через приложение Яндекс.Го. Переходим по ссылке в описании, подключаемся к Яндекс.Доставке и решаем вопросы логистики без лишнего стресса. Кого больше одиноких? Мужчин или женщин? Вы знаете, с определенного возраста мне кажется, мы одинокие почти все. И вы? Да, конечно. Потому что в каком-то возрасте включается такой человеческий эгоизм, наверное, и у мужчин и женщин, когда они понимают, что не то, что их дни сочтены, а в общем-то большая часть жизни как-то просвистела куда-то. Этот человек, мужчина или женщина, останавливается, говорит, с сегодняшнего дня я буду жить для себя. И при том, что сегодня коучи, какие-то психологи прокачивают и говорят, хватит, ты детей вырастил или вырастила, ты жене или мужу отдал, а теперь живи для себя. И вот второй человек, который не был прокачан, который еще живет в любви в симпатии, думает, боже мой, а я же один, боже мой, кошмар какой, а мне уже полтос, или мне там 60, а что же делать? А я... И вот это начинается в семье вот такой раздрайв. Хотя, по большому счету, ничего же такого не случилось. Просто однажды ты вдруг натыкаешься, на какое-то стекло, и ты понимаешь, что уже рядом с тобой не твой. И до тебя нет никакого этого дела. И ты начинаешь считать, так мне уже, значит, столько лет, а что же делать? Что же делать? Я не хочу, ну, сдохнуть, когда тебе стаканы воды не подадут, понимаете? Вот это очень у многих. Потому что приходят, когда возрастные, нет никакой такой вот причины, никто никому не изменил, никто никому не убил, не предал. Но просто происходит такой накопительный момент, вот какой-то, знаете, копилось, копилось. А сегодня такое время, когда говорят, не надо терпеть. Вы говорили в одном из интервью, что мужчины умеют любить гораздо сильнее, чем женщины. Это правда? Вы так считаете? Конечно. Почему? Мужчинам от нас меньше нужно. Мужчинам от нас нужно красивое лицо, красивое тело, секс, чтобы мы всегда их хотели и любили. А мы хотим, чтобы о нас заботились, мы хотим, чтобы нам давали деньги, подарили подарки, делали красивых детей, чтобы они с детьми занимались, делали с ними там уроки и так далее. Обустраивали нам жилье, покупали квартиры. А мужчины нет, мужчина честнее влюбляется. Вот он думает, какая Катька. И все. Понимаешь? Да, он любит тебя и он хочет тебя. Поэтому возьмет с тремя детьми. Смотрите, нет ни одной сказки про злого отчима. Кстати, да. А сказки все про плохих мачех. А потому что мы сразу думаем, только нам, мы все, ручки загребущие. Люби только мою маму. Почему, например, почти у всех мужчин хорошие отношения с тещами? Ну, у многих, в большинстве случаев. И практически ни у кого хороших отношений со свекровями. Вот, кстати, эта программа моя, давай поженимся, вот, у меня такая статистика. У всех плохие отношения со свекровями. Это такая бабская собственность, бабская ревность. Мое. Не должен любить ни сестру, ни мать, никого, только все мне. Что-то матери подарила на Новый год то же самое, что и мне. Это я про женскую собственность. Рок-н-ролльный Ленинград, конец 80-х. Вы королева этого рок-н-ролльного Ленинграда, Сайгона. И все люди, на которых сейчас даже молятся, это все люди, которые были вокруг вас и вами восхищались. Нет, ну, восхищались, потому что я тёлка, была классная, длинные волосы, короткие юбки, хорошие фигуры. Вы были рок-н-ролльщицей? Конечно. У меня был же Серёжа Курёхин. У вас был роман. Да, да. Вы понимаете, это сейчас-то с позиции своего возраста немножечко романтизирую. Я никогда не романтизирую, кстати. Вы вообще про этот период мало рассказываете? А ничего хорошего-то не было. Ну что, эти пары... Курёхин гений. И что? А когда тебе есть нечего, денег нет, и все они же чокнутые, музыканты, эгоистичные. Он не давал вам советов? Вы не разговаривали об искусстве? Нет, я рот открывала и слушала. Он же с похмелья знал больше, чем я на трезвую голову. Нет, я только внимала, слушала, запоминала и смотрела на них. Я была младшая, ну и на эту всю компанию поэты. Цой? Ацой был друг Максима Пашкова, моего однокурсника. Ацой репетировал. У Максика они были прям близкие, приблизкие друзья. Я на Цой так смотрела, ну, с узкими глазами, некрасивый парень, я думаю, какой-то дурак какой-то. Нет, ничего такого не было. Это сегодня все-все придумывают про все. Просто когда ты в реальности, в реальном времени с этими людьми, потому что и Курёхина признали гением уже позже, после того, как... То есть вы не отдавали себе отчет, что это вот все эти люди, они потом будут признаваться как гений? Нет, не отдав. Просто, ну, ты живешь с ними, живешь, там, пьешь венцо какое-то, куришь с ними. Мы были все без денег, мы все там вместе собирались. Обычно говорят, мы были без денег, но мы были счастливы. Вы можете так продолжить? Ну, я была на тот момент, ну, я была влюблена, да, в Курёхина. Сказать, что я была счастлива в его вот этой комнатке, в малюсенькой, где была кровать и пианино, где он жил с сестрой. Нет, потом он женился на девушке, по-моему, из профессорской семьи Курёхина. Она была богаче, Настя. Думаете, в этом дело было? Она была питерская. Я думаю, что он со мной тоже мыкался, мучился. Я была с нестабильной нервной системой. Меня тоже было тяжело удержать. Потом я не была мышкой такой серенькой, которая смотрела в рот. О, Боже, меня приняли в этом обществе. Спасибо вам большое. О, Боря Гребенщиков, херак и в обморок. У меня такого не было. Я была о себе достаточно высокого мнения. Ну, как-то я училась в театральном институте. Да, я нравилась. Мне говорили комплименты. Про кого из них в тот момент вы думали, что вот да, действительно гений? Ни про кого? Ни про Гребенщикова, ни про Цоя, ни про Курёхина. Ни про кого? Нет. Потому что мне казалось, что дальше будет только все лучше и круче. Вот вы правда, Кать, думаете, что кто-то из молодых в реальном времени, если только он нехитро заточен, да, и он думает, а вот надо делать ставку-то на этого мальчика. Я не про ставку сейчас, я про ощущение гениальности рядом. Мне иногда кажется, что программа «Давай пожених». Нет, это продолжение Курёхина. Да, музыка, это Курёхин. Я была на концерте, где все ломалось, скрипело, разбивалось, и все там орали, визжали. Ну, я так смотрела. Наверное, я так не погружалась ни в кого. Я не прорастала ни в ком. Я, наверное, не любила. Вот что. Вот что. Я, наверное, никого так не любила. А потому что по молодости любовь – это же секс. Вот у тебя прямо пересохло во рту, и ты понимаешь, что если ты сейчас же не отдашься этому мужчине, тебя разорвет, ты лопнешь. И поэтому ты идешь в отношения. Это же гормон, мне кажется, до определенного возраста. Любовь – это чистой воды гормон. Из-за стороны женщин тоже. Просто нас так и воспитывали, что мы такие мазурки. Мы меньше всего говорим об этом. Ахни, трогай, тях, не дотрогай. А я нет. Я прямо смотрела, думаю, какой классный. Все. Сердце стучало, руки холодели. Думаю, мой. Конечно, эти пацаны были вокруг меня. И Никита Михайловский провожал. Как-то я думала, ну, какой-то губастенький. Ну, что-то какой-то молодой. Да ну. Ну, вот. Не клевала. Ну, я не могла всем дать, извините. Ну, просто уже со всеми, кому я нравилась. Но у меня не было, мне не застило прямо вот так. То есть никто из них не производил на вас такого оглушительного впечатления? Нет. Когда я видела вживую этих реальных пацанов, я что, думаю, голова большая, что-то ноги какие-то короткие, да ну, как-то пахнет не так, да ну, денег нет, или жадные, да ну, фу, зубы какие-то у него. Нет. Я вот такая была доемистая. Я вот прямо во всех все это видела. Думаю, фу, какие-то прыщи у Цоя. Думаю, фу, какие-то волосы грязные. А этот хвостик, три волосинки, какие-то дурацкие, он с хвостиком ходит, какой-то дурак. Это вы про Глебенщукова, я поняла. Ну, вот как-то вот у меня не было такого, что прям и ретевое зашлось. Судя по той истории, которую Дмитрий Нагиев рассказал Юрию Дудю в интервью о знакомстве с вами и об этом вечере в ресторане, когда у вас была стрелка на колготках. Нет, сначала же я пришла в институт к Петрову, он же учился после меня сразу. Я пришла к Петрову к Владимиру Викторовичу. Ну, естественно, в норке, ну, естественно, там все, я же уже была романсом. А, то есть уже все, звезда, вам 24 года. Вот, и я пришла к ним на курс и думаю, надо же, как мальчик на меня похож и у него не врит лицевого нерва. Думаю, как удивительно. Думаю, на этом же курсе я была самая красивая на курсе. Этот мальчик, думаю, тоже самый красивый. И у меня был не врит лицевого нерва. И меня Владимир Викторович Петров взял за руку, отвел в клинику и сказал, у нас у парня был во время войны вот такой парез. Он говорит, вот это моя ученица, она должна быть артисткой, ей нужно будет потом на сцену сет, ее нужно вылечить. И мне делали в шею домокаиновые блокады, прямо литровые. Потом, кстати, меня за плохое поведение, за нарушение режима выгнали из этой клиники, потому что я курила в мужском туалете. И я вот прихожу к ним на курс и сидит такой мальчик, голубоглазый, очень похож на меня. Слушай, что вы сейчас сказали, я поняла, что вы с ноги действительно внешне похожи. Сейчас я толстая, понимаете, я другая совсем. Я говорю, а что у тебя с лицом-то? Я говорю, ну улыбнись. Он улыбается, и у него в одну сторону. А я говорю, а глаза закрой. Я говорю, у тебя то же самое, что у меня. Я говорю, в больницу. В больницу срочно, потому что если один день задержка, там два, будешь так ходить всю жизнь. Его положили в больницу. Я ни сном, ни духом. Но я приезжаю в больницу проверить, как он. Ну положили, его нет. Слушай, ну он младше меня, и как-то... Не, ну понравился, конечно. Мальчонка. А что бы вы поехали в больницу-то? И мне сказали, у него жена там. Вот. Дальше я ничего пропускаю, пропускаю, и дальше все Дима сам рассказал. И вот я вечером иду домой по Невскому проспекту к Маяковской. И она идет. И Невский так и останавливается немножко. И она... И я иду. И она идет. И я, проходя, говорю, добрый вечер. И она так, оу, Петровец, пошли с нами. Я говорю, а куда? Она в дом журналистов. Попасть в дом журналистов это еще круче, чем попасть в дом актера. Это ресторан, понимаешь, домашки. И вот я плетусь. И дернул меня, черт, на пиццу там. Вот. А Лариса, в принципе, это любила. И она, Димыч, смотри, я колготки зацепила. Я говорю, давай, блядь, снимем. Посреди ресторана. И потом что-то понеслась, там меня выкинули оттуда. И как-то пошло, пошло, поехало. Так что... Вы до сих пор в хороших отношениях? Да. Он очень талантливый. В том жанре, в котором он работает, ему равных нет. Он может поржать над собой, потому что мальчик с такой красотой, который потом играл этого задого прапорщика, это нужно про себя и про свой талант очень хорошо все знать и понимать, что это тебе жизнь не испортит, а наоборот даст тебе длинную, огромную дорогу. Потому что наш мастер, вот с ним, Владимир Викторович Петров, все время говорил, я в предлагаемых обстоятельствах, это первый и второй курс театрального института, дальше клейте носы, хромайте, заикайтесь, а не знаю, ну да, там, пришивайте себе хвосты, я не знаю, косите глаз. И Дима это услышал. И обычно такие красавчики заточены только на то, чтобы играть героев. Красивые девочки играть героинь. Вот Димке не страшно. И он, конечно, молодец, и он в этом так преуспел. То, что он делает, это сложно на самом деле, очень сложно. Вы помните момент, когда вы решили из Петербурга с маленьким ребенком и с пожилой мамой переехать в Москву? Вот с чем вы оказались? Когда мамочка овдавила, ей не было 60. Я жила в Питере, не снималась, потому что наступил тот момент, когда продюсерам было очень невыгодно вызывать иногородних актеров, потому что при советах нам снимали гостиницы, платили суточные, транспорт и так далее. А тут вдруг стали экономить. И я поняла, что я без работы, а в Питере ничего не снималась, и что мне нужно переезжать в Москву, потому что я просто сдохну. В Москве больше корпоративов, в Москве больше людей женятся, ну и так далее. Я хотя бы могла какие-то 300 долларов заработать. То есть уже не драматическими ролями? Нет, что вы, нет. Ни съемками, никаким не театром, но я думала, меня позовет какой-нибудь жирный в клуб, где я умею, это я умею болтать бесконечно, где я могла бы провести какой-нибудь юбилей, день рождения Василия Степановича и получить свои там 300 долларов. И я прямо помню, мамочка овдавила, я сказала, мам, вот будет у меня кусок черного хлеба, будет пополам с тобой кусок черного хлеба, будет у меня черная икра, будет с тобой. Я не куплю себе никакой шубы, если у нас не будет одинаковая. Я не поеду никуда в жизни отдыхать, если не будешь рядом ты. Все пополам, я сказала. Ты помогаешь мне с Георгием, мужика больше в моей доме не будет никогда в жизни. Никакой новой зубной щетки, никаких мужских там. Я замуж, мам, больше не выйду. Мне было 38 лет. Я сказала, все, мам, переезжаешь? Она сказала, да. Мама с зубной щеткой, с сумочкой и с деньгами она продала там что-то, чтобы мне добавить. И я купила в Ховрина двухкомнатную квартиру. Мы с ней спали на коробках, смотрели фильм «Просто Мария». У меня был такой телевизор. На коробках спали? На коробках спали. Кипятили в банке чай, кофе на цементном полу в новом доме. Делали ремонт. Я сказала, все будет пополам. Все. Я сказала, мам, я еще покажу тебе небо в алмазах. У нас все будет. Год мы мылись в ванной там у моего друга, у Леньки Подосенова, у художника-постановщика, у моего институтского друга. И потом как-то все пошло, пошло. Я бралась за любую работу. В какой момент ваши вот эти нежные отношения начались? С рождения. А я никого не любила так в своей жизни. Как маму? Никогда. Никого. Никогда. Моя мама говорила, грех это. Не люби так меня. Ты должна любить детей своих. Так. А у меня были они одинаковые. Я никогда ни о ком не мечтала. Я засыпала и просыпалась. Я жила в коммуналке и думала, была бы у меня моя личная коммуналка. Вот я бы купила шкаф и вот так бы я его вот так вот поставила, вот так. Значит, у меня была бы вот здесь кровать, а там бы, где окно, была бы вот, например, у мамочки кровать. И мы бы с ней вместе жили. Потом я мечтала, как она у меня будет в однокомнатной, когда у меня уже была, вот я ее привезу. Я никогда никого так не любила. Не было ни одного отпуска, чтобы я была без мамочки. Мне в ресторане кусок горла не лез. Мне было неинтересно ничего. Все, что я делала, как я ненавижу, блядь, ебаных этих артисток, которые плачут в камеру. Я это ненавижу просто. Вот я плакать не буду. Не плачьте. Я тоже не люблю. Я прям это ненавижу. Вот если у любви есть внешность, если есть плоть какая-то, есть, да, вот маму была любовь. Мама была любовь, доброта и человек. Ее любили все ученики, вот у кого она была классная. Звонили, приезжали. Потому что она была необыкновенная. Да. Вообще я мамочку вызвала, я купила двухкомнатную квартиру в Ховрино, а впереди вообще ничего, никакой перспективы. И работы нет? Ну, работа была такая пунктирная. Я в Москву прям приехала с нуля. И уже когда меня отпустило, когда я уже подстраховалась, уже я понимала, что меня друзья могут предать, родственники мало чем могут помочь. Материально я поняла, что главное в этой жизни – деньги. И материальное благополучие, что это будет всегда с тобой. Это твоя железобетонная стена, никакой не человек. Потому что 90-е показали, что каждый выживает. И это только в кино. Друзья, плечо и так далее. Ну, накормить могут, а дальше-то нет. Но, во всяком случае, круг людей, с которыми общалась я, или от того, что сами были небогатые, или от того, что не видели перспективы и думали в 90-е. Ну, такая вот жопа. Сейчас у всех, и она будет до конца. Никто же не сказал, когда мне было 37 лет, там, 35, ты подожди, потому что потом у тебя будет все хорошо, ты замуж выйдешь, у тебя будет работа, ты будешь на расхват, у тебя будут там антрепризы. А сейчас потерпи немножко. Мы все думали, вы молодая, не знаете, мы все думали, что уже это навсегда, что будет грязь, темно, и мы из этого не выберемся. Вот. Поэтому я сделала ставку, что я должна много работать, я должна хорошо зарабатывать, что мне надеяться не на кого, что я должна себе откладывать, я должна себе купить, и что вот это главное. И меня это никогда... Не подводило. Не подводило. А как вот так получилось, что Лариса Гузеева, на которую молится вся страна, спит на цементном полу и моется в ванной у друга? А никто не знал, я всю жизнь всем врала. Вот всю жизнь у меня не было ничего, но у меня всегда были французские духи, была какая-нибудь красивая грибная шмотка, в которую я выходила, и попробовать там мне что-то такое. Я никогда не была вот такой хасей сироткой. Помоги, поможи, эти люди добрые. Сама не меня всегда врала. Было 100 долларов, говорила 300. Понимаете, была однушка, я говорила, ой, не могу в гости пригласить, потому что у меня там что-то... И я всегда была, ну, как бы в своей мечте, потому что я понимала, что у меня когда-то будет. Вот сейчас это то, что будет. Ну, я еще в своих фантазиях погрязаю, по самой не горели. Еще есть куда идти. Да. Ларис, вот это поколение ваше, ваша подружка есть Лариса Удовиченко. У вас была подружка Вера Глаголева. Это ваше поколение, которое в самом своем расцвете... Ну, они у меня постарше на 5 лет. Они постарше, но все равно, как бы я имею в виду поколенческие, как когда вы все взлетели. Вы оказались в самом своем расцвете, в 90-е годы, когда ничего путного не снималось. Можно ли сказать, сказать, что это какой-то просчет судьбы рок, что на эти два десятилетия, когда не было кино, пришелся самый классный период в пик формы? Вот сейчас, конечно, я думаю об этом. Но тогда и Марина Ниелова не снималась, актриса, которая на 100 голов выше меня. Понимаете, что же там было мне? Ну, тогда ты об этом не думал, потому что ты выживал. Ты думал, где бы что-то подработать, чтобы принести там ребенку какую-то еды и себе бы там купить крем для лица, чтобы не совсем не скукожиться. Но все равно Бог миловал. Я, например, сняла Сива Шиловского в Америке. Да, то есть у меня все равно Господь был милостив ко мне, и он все равно мне посылал какое-то, чтобы я уж на папертице совсем не стояла. Вот, поэтому тогда не думаешь в этом возрасте. Вот как мне задавали вопрос, осознавала ли я, кто рядом со мной, там, Курехин. Нет, не осознавала, потому что казалось, что а потом будет Роберт Де Ниро, а потом будет, не знаю, там... Марчеллому строянию. Да, понимаете? Ты не думаешь. Так же, как вот я... Ну, это не... Ой, блин, мне уже там 36 лет. Да, поезд уходит. Ты об этом не думаешь. Ну, вы жалеете ретроспективно? Да, очень. Но я больше благодарю судьбу. Мне есть за что судьбу благодарить. Что я не сдохла под забором. Я этого не сделала. Что я не спилась. Что я не села на иглу. Что я не потеряла детей. Что я в лихие годины их не подбросила, там, я не знаю, кому-то. Ну, я выдержала. Я прям вот прям вынесла все на своих плечах. И меня Господь вознаградил. Слушайте, ну кто в мои 96 лет живет, процветает, работает, а у меня времени от меня... Земля под ногами горит. Я сейчас набираю. У меня очень много предложений всяких. Как я могу гневить Бога? Ну, конечно, может быть, это не то, о чем мечталась. Ну, конечно, я потеряла там фигуру свою, какую-то свою там, не знаю, молодость, свое какое-то обаяние молодости. Ну, оно пришло взамен не совсем омерзительное что-то в виде меня. Но я хотя бы могу отдохнуть сейчас. У меня есть на что есть. Так слава Богу. Слава Богу. Только благодарю Бога все время. Только говорю, слава тебе, Господи. Спасибо тебе за все. Почему вы у сына Георгия записаны в телефоне зима? Ну, потому что я, честно, я с сыном пережала в воспитании. Я так боялась наркотиков, чтобы они не были у него в жизни. Я так боялась алкоголя, я так боялась кривой дорожки вот этой вот, что я сейчас не засыпаю, чтобы у него не просить прощения, не вымаливать. Да вы что? Да. Я прямо сейчас, у меня позиция снизу. Вот так только Георгий. И я очень о многом сожалею. Он об этом знает. И я всегда прошу у него прощения. Прощает? Я думаю, ему тяжело простить какие-то моменты. Я была очень жесткая. Я прямо была железобетонная. Ну, во-первых, мать-одиночка. Приехала в Москву. Ответственность за мамочку, за него. Работы нет. Денег впритык. И я прямо в бараний рог. Я прямо была, ну, из-за того, что еще у меня внутренний был страх. Еще и долги. И Георгий вспоминает. Мам, купи Лего. У тебя уже есть, Георгий. Собери вот это. Мам, купи вот это. Ты что, не понимаешь, что у нас денег нет? Мам, да ну, аккуратней там порвешь. Или там, ну, в общем, в школе учись. А то будешь уваху водителем всю жизнь. Ну, вот что-то такое, да. Я прям... Поэтому жесткая, да. Поэтому зима. Вы с дочкой в воспитании, кажется, совсем другая, чем с сыном. Так это? Да. Надо или не надо, мне кажется, я уже замучила сына извинениями. Просто я уже его... Он сказал, мам, расслабься, уже, слушай, живи, но уже хватит, мам. Ну, правда, ну, серьезно. А с ней вы видите эффект? С девочкой своей, да. Она моя девочка. Да? Как у вас с мамой у вас отношения с ней? Ну, да, я стараюсь. И мне такой комплимент был недавно, когда Лелька сказала. Она говорит, мам, ты очень становишься похожа на маму. А, да? Ну, на маму, да. На бабушку. Она извала маму, да. И для меня это прямо вот такой комплимент. Да. Я очень дистанционно, не лезу под кожу. Очень. То есть я выжидаю. Я стала лепестками роз, розовой водой, шелком. Я стала в жару розовым снегом. Не знаю. Ничего себе. Да. Да. Я прямо наступила себе на горло. И это самое лучшее. И легко вам это дается? А я вообще считаю, что в отношениях, если только ты можешь, уже с определенного возраста, когда... Вы хотели, чтобы вас 14 лет воспитывали, а в 16, а в 19 вам нужны были советы мамы? Нет. Я вообще считаю, что самое главное и действенное – дай и отойди. Она вами гордится? Ну, не стыдится. Она приходит сюда на съемки? Почти никогда. Почти никогда. Но вот если, например, для Георгия Табу мама, он, чтобы я, не дай бог, фотографии где-то выложила, или там сказала, что она пришла в институт, то с Лелькой, например, есть, а сын мне сказал, мам, я мужик, все, не надо. То есть ему не очень хочется вот это вот, мама, сын. Очень часто в критике говорится о том, что после жестокого романса вы были абсолютно неизбирательны в том, в каких фильмах сниматься. И если бы рядом с вами был кто-то, кто вам бы сказал, вот тут не снимайся, не играй этих спортсменок, блин, строителей метро. Подожди, то сложилось бы все иначе. Вы согласны с этим? Ой, ну я же была одна из Вилины вообще была в голове. Меня после романса утвердили Беспроб, Мащенко, фильм «Накануне». Богатырев должен был играть отца, Елена Соловей, мать, в съемке в Болгарии, в Венеции. И мне один очень великий режиссер на то время сказал, ну зачем тебе опять костюмная роль? Зачем опять играть красавицу? Надо на сопротивление. Блин, нет. Послушайте, это же все легко проверить. Зачем же я буду на камеру такие истории? Вы простили? Нет, это говорит же обо мне, это же мой был выбор. Уже костюмы шили. И я прям в телеграмме режиссеру Мащенко говорю, нет. И иду сниматься фильм под названием «Соперницы», а спортсмен. Худший фильм всех времен и народов. И я встрягусь. Да, вот там плечиками. Да, вот с этими плечиками я играю мастера спорта международного класса, байдарочница. Ну вот скажите, я же дура, ну как? Вот если бы мне про кого-то рассказали, я бы сказала, а рядом никого нет, кто бы я сказал. А кто этот режиссер был, который вам такой совет дал? Ну не хочу говорить, но великий. Вам знакомо такое понятие о депрессии? Я лечилась, конечно. Депрессия – это тяжелейшая болезнь. Это как воспаление легких, я не знаю, как перелом основания черепа. Депрессия – это же не потому, что тебя кто-то испортил настроение, это неплохое настроение. Лучшего периода в то время у меня не было. У меня была дочка, я была замужем. У моего мужа были рестораны. А у меня появились дорогие шмотки, сумки, появились деньги. То, о чем я мечтала. Я была в хорошей форме. Виталий Соломин, Царство Небесное, пригласил меня в свою последнюю антрепризу, мышеловка. Прямо у меня была работа и все. И на меня вот это накатило. И я умирала. Плакала моя мама, Игорь. И он меня сажал в машину, открывал окна. И я просто так открывала по городу. Я просто орала. Я ничего не могла сделать. И это было невыносимо. Просто ты лежишь и просто плачешь. Притом на вопрос, что случилось. Может быть, ты что-то хочешь, ты ничего не хочешь. Ты просто не понимаешь, что с тобой происходит. Вот у меня было два раза. Вот эта депрессия. Как-то мне сказали, это болезнь. Что нужны антидепрессанты, психотропные. Что нужны хорошие врачи. Это все. И второй раз это у меня случилось во время уже женилок. Когда вдруг прямо во время программы я сказала, умираю. Прямо во время программы заплакала. Сказала, умираю. Не могу. Меня увезли в клинику под капельницей. Да, кололи литрами. Я так говорю, не могу говорить. И кто лечил? Лена Малышева дала очень хорошего невролога. Сказали, это не наши. Да, психиатры. А как? Ну а как? Послушайте, если человек... То есть очень долгое время в нашей стране тема депрессии, тема психических заболеваний была табуирована. То есть ты говорил, что я депрессия. Тебе говорили, возьми себя в руки, иди работать. Да, да, да. Это же враги так говорят. Ну как? Это же вот... Представьте, если у человека клапан в сердце, или ему переехало ногу, самосвал. Это же такая же болезнь, ну как, я не знаю, как перелом ключицы. Ты не можешь это лечить, ты не можешь за себя отвечать. Вот у меня не было никакого такого стресса. Все хорошо. Триггера абсолютно. Лучшая ведущая, программа Тэфи, у меня куча предложений. Я по всему Союзу и за границу летаю со спектаклями. У меня вип-пакет, вип встречают, провожают, бизнес-класс. Мне дуют, люкс, номер. Ты понимаешь, что что-то на тебя вот такое вот накатывает? Ты не можешь это объяснить, но ты думаешь... Сейчас что-то случится, сейчас что-то случится. Да, что-то такое. И ты от себя говоришь, ой, фу-фу, лети, лети, ни в кого не попади. Это меня не касается. И потом вдруг тебя прямо вот так накрывает. И ты говоришь, я умираю. И меня увезли в больницу прямо. Увезли, положили капельницы. И ты просто лежишь и сходишь с ума. Нужно ли, чтобы кто-то был рядом в этот момент? Нет, не нужно. Тебя пичкают такое количество лекарств, что ты ничего не воспринимаешь. Ты не можешь есть, не можешь пить. Только должны быть врачи, которые понимают. И у тебя нет энергии на близких и родственников. А ты в них не нуждаешься. Ты вообще не помнишь, что они у тебя есть. Поэтому много дико скакает 2021 год. Нельзя этим пренебрегать. Нельзя. Нет, нужно прямо бежать к врачам. И если нужно, я дам хороших врачей. А как? Что стало с героиней вашей программы Наташи? Я в 34-х лет, у которой была квартира в Москве. И она ее сдавала под мужской пансион. И у нее на выбор были женихи. Один из Абакана, другой из Читы. Монгол у него было имя. И третий был уличный музыкант. И вы ей посоветовали уличного музыканта. И она его в итоге выбрала. Но что с ней стало дальше? Там был очень жесткий разговор. Я не буду вас обманывать. Я практически никого не помню. Потому что такой поток человеческий. Это несмотря на то, что я каждого пропускаю через себя. Но если бы я всех помнила, я бы сошла с ума. Это та программа, где вы очень много о себе рассказали. Ну, если вы напомните, что я там о себе говорила. Когда я была бухалая, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Правильно делал. Хорошо не убил. Знаете, как не убил? Стучал гантели мне по виску. И смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Царство ему небесное. Вот просто сидел вот так на мне и бил меня вот так вот гантели мне по виску. И Наташа плакала на этой программе. А вы все время говорили о том, что посмотри на себя в зеркало, ты уже ничтожество, ты уже никто. То есть вы не следите за их судьбами. А знаете, иногда вот я думаю, я так сотрачиваюсь на человека. Я рву себя на части. И понимаю, что этим советом человек не воспользуется никогда. Никогда. Что он про себя думает. Да-да-да, сидишь, что ты такая вся такая сытая, такая с накрашенными глазами. И умничаешь. Как же прошла ты через такое. Я прямо вижу, что есть, ну, такое вот раздражение в мой адрес. Видишь, какая выжила она. И я так думаю, может быть, надо немножечко лакернуть. Может быть, не надо так уж себя терзать-то на каждой программе. А с другой стороны, думаю, ну, не было бы этого вот такой степени откровенности с моей стороны и такого погружения в гости. Ну, мы бы 14 сону бы, наверное, не продержались. В одном из интервью, когда только программа начала выходить, вы говорили о том, что вы каждый день готовы к тому, что программу закроют. Да. Вы до сих пор так? Мало того, я сейчас вышла из отпуска и прям трясусь. Руки мокрые по позвонку. У меня это... Я говорю, все, все, навыки. Я все это уже забыла, разговаривать отучилась. Месяц меня не было. Я говорю, Кать, продюсеру, я говорю, я не кокетничаю, но вы меня подстрахуете как-то. Она говорит, да-да-да-да, иди работай. Ну, я говорю, у меня какой-то страх, ну, не получится. Не кокетничаю сейчас, клянусь вам. Что я зарублю? И я прям ей пишу, я говорю, ну, вот видишь, я смс-ку... Я говорю, видишь, я тебе сказала, что у меня, ну, немножечко я потерялась. Я говорю, прям вот хуже, хуже некуда. Ну, прям мне не понравилось, как я отработала. Не понравилось? Нет. Я понимаю, когда, например, удачный материал, прямо вот... Это какой критерий должен быть? Когда прямо у меня глаз горит, когда мне герои интересны. И я понимаю, что я уже на три программы наработала, а войдет 40 минут, и это все в корзину, и мне уже режиссер говорит, Ларна, уже, да, надо заканчивать, уже все, уже, ну, проговорили. А меня так заводит гость или гостья. Я думаю, хороший какой материал. Думаю, наверное, сделают продолжение. Вы же иногда делаете в двух частях. Это самое крутое. Ну, это не я делаю. Я же вообще не имею отношения ни к гостям, ни к монтажу, ни к окончательному варианту. Вы не можете попросить, там, вот это давайте вырежем, это врежем? Это в контракте подписано? Ну, иногда нет, ничего этого нет. Зачем? Я подневоленную. Ну, как, меня пригласили, я отрабатываю. А дальше мое актерское, что когда уже тебя ведет, ты перестаешь следить за языком. Тебя уже несет, и ты не думаешь о том, что миллионы тебя увидят. Единственная надежда, что мой любимый режиссер и монтаж, они пожалеют и уберут это. Потому что, думаю, такая степень откровенности мне во вред. У вас 10-12% браков, заключенных на программе. И детей уже развелись, их приходят по второму кругу. Но все равно процент сохраняется. Не было ли у вас какой-нибудь идеи завести брачное агентство Ларисы Гузеевой? Нет. Потому что, смотрите, я не открещиваюсь. Знаете, у меня нет этого брезгливого, что я вот веду спокойной ночи малышей. Но вообще я хочу сыграть электру на большой сцене. Нет, нет. Я даже ненавижу. И дала по рукам тем, кто смел мне подходить, особенно первые годы. Слушай, а тебе не надоело вот это вот? Вы же Нилки называете. Да. А тебе-то не надоело? Слушай, тебя же перестанут снимать. Но ты как-то так... Зачем тебе это надо? Вот борет царство небесное Грачевский все время. Я говорю, аж очередь так прямо выстроилась. Прямо на меня пишет сценарий. Прямо Кончаловский со Звягинцев. Прямо в драку за меня. Я говорю, а что мне делать? Ну, это моя профессия, это мой хлеб. Я на это училась. Это же лучше, чем я бы занималась, не знаю, развозкой пиццы. Ну, как-то, да? Вот. Но очень многие прямо мои коллеги смеялись над мной. Брезгливо относились, да? Да, да, да. Я сначала кокетничала и как бы говорила, да, передавалась. Я говорю, да господи, ну ладно, это у меня временное все это все. А потом я думаю, а какой вы имеете право? Как вы смеете? Особенно, когда начинает говорить, слушай, ну у тебя там такие маргиналы. Как ты с этими дебилами? А я говорю, а ты не такой? А ты не такая? Так это же наша страна. А ты-то, да, а ты-то, говорю, кто? А у тебя что, не так? Ты что такая злая? Я говорю, я нормальная. Вот я не люблю. Потом меня стало это просто раздражать. И я прекратила все эти разговоры. Я говорю, завидуешь, что ли? Завидуешь? Да, я вот там, а ты где? Ну, в общем, и меня же обвиняют, что я злая. Я не люблю это. Особенно, когда начинают оценку ставить на моему народу. На себя посмотрите в зеркало, правда же? Всякие разные есть. Почему у людей творческих профессий такое брезгливое отношение к своему народу? Я вот не знаю, я тоже удивляюсь иногда. Вот открещиваться, например. Я вот с удовольствием езжу, например, к моему брату. Я оттуда, послушайте. Ну, это же, да, вот мне там пишут иногда. Да, девушку из деревни вывезти можно. А вот деревню из девушки. Я даже не понимаю смысл подкола в этом. Ну, я оттуда. Я же никогда не придумала просто легенду, что, знаете, меня воспитывала бонна. Я большую часть жизни с родителями-дипломатами провела в Лондоне. Вот я оттуда. Я такая же, как они, как все. Ну, просто я очень много трудилась. Побольше, может быть, читала. Меньше спала. Прошла через большее унижение. И сегодня я в телевизоре сижу. В отличие там, да, от кого-то. Поэтому я не понимаю, как только кто-то вырывается. Не все, не все, про все я это не могу сказать. Начинают открещиваться. И уже они прямо... Ну, вот райдеры некоторые почитаешь. Мы так иногда ржем. Думаю, господи, боже мой. С чего вдруг? Нет, и жить хочется лучше, понятное дело. И в результате... А электру-то хочется сыграть? Стареешь. Ну, как бы я уже сейчас пожилая девушка, поэтому в своем возрасте мне уже 30-летних... Медею? 40-летних. Ну, Медею. Я как-то уже физически не очень подхожу. Я расплылась. Какого бы татарования ни была, но когда, например, очень хорошая артистка играет Смельскую, ей лицо тоже, и у нее этот современный френч-маникюр, и парик, и фарфоровые зубы, натянутое лицо. Понимаете, я не хочу быть как молодая, но я хочу быть вот такая, какая я есть, ухоженная, и играть роли адекватной в своем возрасте. Не хочу, чтобы потешались, потому что я, например, прям вот вся исхаживаюсь. Думаю, не наигралась, что ли? Боже, старая дура. Все-все натянута. Я там отсосала, это отрезала. Но я же понимаю, что уже все равно подагреческие ручки вот эти вот, понимаете, и она уже берет не так, как ты в молодости, да, а уже вот эти пальчики, вот эти вот... Ну, нет, ну, нет, бе-бе-бе. Что такое возраст вообще? В возраст, вот прям открываешь вторую страницу паспорта и смотришь, с какого ты года, сколько тебе лет, и ты говоришь, ну да, часть жизни я профукала, но часть все-таки жизни я прожила правильно, сейчас мне 109 лет, я должна выглядеть хорошо, но, ну, 109. Ну, ничто так не старит женщину, как подростковый рюкзачок, сленг подростковый. И вот все, я такая же. И в интервью рассказать, что у нас с дочкой один размер, и мы носим одни и те же вещи. Все все про нас понимают, правда же? Поэтому возраст – это паспортные данные. И поэтому, когда начинают рассказывать, я в душе... О, да, мне 30, мне внутренне 264 года, понимаете, в душе. Так 30 или 264? Мне, я никогда не говорила, что я чувствую себя на 30 лет, никогда в жизни. А насколько вы себя чувствуете? Я все время говорю, что я вот родилась старушкой, я никогда не чувствовала себя, клянусь он, да, я никогда не чувствовала себя молодой, никогда. Я вот была такая уже тетка Лукерия в 19 лет. Я совершала ошибки такие вот дурные, но это ж нигде не написано, что ты дурная только потому, что тебе мало лет. Есть, например, молодые 18-летние, умнее 50-летних, они не совершают таких ошибок. Просто был период, когда я вела себя очень глупо. Ну, не потому что была молодая, но просто была дура и все. Не могу не спросить, что у вас с Гарриком Харламовым? Браво, 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 давай поженимся, браво. Чудесный робот, вам очень идет этот, прямо оставьте себе этот костюмчик. На работу так придете. Ларисочка, я вынужден вас истребить. Слышь ты, пошел нахуй! Верите? Ничего. Я даже... А что случилось? Что такого переключило на вас? Не знаю. Клянусь вам, не знаю. Вы с ним должны быть знакомы. Мы с ним один раз встретились на ледовом шоу, когда я была в жюри, а его вот бывшая прекрасная жена была... Кристина. Да, Кристина. Она танцевала с кем-то там. Вот и все. Притом шапошно, нас даже никто не подошел и не познакомил. Вот там познакомьтесь, там Гарик, познакомьтесь с Ларисой. Нет, ну как мы так кивнули, потому что я зашла в гримерку, он там был. Я так кивнула головой, сказали, здрасте. То есть я всегда отмечала, что он талантливый, да, что на него интересно смотреть, что... Думаю, как здорово, как он придумал, сколько юмора. Вот и все. Для меня самой стало удивительно, потому что я не подписана ни на кого. То есть мне что-то рассказывает, что-то показывает. Я думаю, ну надо же. Для меня это удивительно. Я вам клянусь. А после того, как вы сталкиваетесь про вас мемы, вы ему не позвонили, не сказали. Ну не трудно же найти его телефон вам. А что, ну вот, допустим, я ему звоню и говорю, здравствуйте, Гарик. Вот меня там приглашали на все эти шоу, да? Ну чтобы что? Утром в газете, вечером в куплете. Прийти и объяснить ему мою шутку, как все так пошли. Я просто не вижу смысла, и я не понимаю, для чего, зачем. Ой, однажды я что-то такое с подружками выпила лишнего. Началась пандемия, когда всех загнали по домам. Так. И когда все стали сходить с ума, потому что, ну, потому что страшно тяжело, потому что дети в школу не ходят, и, в общем, началась такая битва, разводы. И, в общем, был какой-то адовый ад. И что-то я перепела и позвонила Саше Рева или написала ему ночью, что типа с каким-то пафосом, что, может быть, ну, чтобы народу так тяжело не жилось, может быть, нам с Гариком наконец-то время пришло объединиться и что-то такое придумать. Написали в Реве. Да, я говорю, или дай номер мой, или что-то такое. Утром я просыпаюсь, у меня сердце в горле. Я этот вспомнила вдруг, что я ищу этот телефон, думаю, какая я идиотка, идиоткий кусок. Боже, только чтобы он не прочитал. Я вошла этот телефон, руки трясутся, галочка синяя, что он это прочитал. Я им пишу, Саша, я просто пьяная тебе написала, не надо никому ничего звонить и говорить. Спаси, Господи, забудьте все про меня. Прямо он взял, говорю, Сашечка, нет, 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 нет. Все, я прямо пошутила. Думаю, боже мой, ну, знаешь, когда ты выпиваешь, у кого как, а я вот, мне кажется, что я должна мир спасти. А это приключения? Никакие не приключения. А, нет, ну, спаси мир? Спаси мир. Так. Вот, так что, слава богу, мы с Гариком мир не спасли. Какое счастье, что я утром проснулась и все это объяснила. Думаю, боже мой, пить надо завязывать. Нельзя, вот совсем уже все. Ну, вы пьете же? Нет. Вообще? Ну, как-то мало неинтересно и ненужно. И потом я поняла, что алкоголь – это то, что тебя раздувает. Раньше с мамочкой мы любили так, я говорю, мамусь, пошли выпьем, поболтаем. А сейчас не с кем выпить и поговорить, о чем. Поэтому нет, я разлюбила петь. Слушайте, вы один из самых популярных людей среди молодежи. Кроме того, к вам на Первый канал, значит, пришел Моргенштерн. Привел, он был как-то другом жениха Славы Марлоу. Слава, какой мальчик хороший. Хороший мальчик. Да и исполнительный очень хороший. Очень хороший. Он и композитор прекрасный. Если он недавно встречалась. Хочется, чтобы у него была хорошая история человеческая и профессиональная. Он этого достоин, если не растеряет себя, с кем попало. Если будет правильный наставник. У него наставник Моргенштерн, если я правильно понимаю. Я никому не даю оценок никаких, но, мне кажется, у Славы другой путь. Вы участвовали в проекте тиктокеры. То есть вы очень много тусуете с молодежью, общаетесь. И у вас нет этого снобизма, который есть в людях вашего поколения. Типа, фу, вот у нас там, не знаю, пела Майя Кристалинская, а тут, значит, теперь поет Слава Марло. Это вы так себя сдерживаете? Или у вас действительно нет этого снобизма, и вам действительно это нравится? Да, нет, абсолютно. Нет, а как может быть? Потому что среди молодых есть ребята талантливее меня в разы. Просто мне лет больше, а так-то еще я должна смотреть вот так снизу вверх. Кто вам нравится, кроме Славы Марлоу? Ну, я сейчас навскидку не могу сказать. Ну, в тиктокерах вы когда участвуете? Нет, тиктокеры нет, это вообще не моя история. Оказалось, не ваша? Нет, конечно. Притом, что вы звезда тиктока. Нет, нет, у меня одна единственная публикация, потому что мне сразу сделали англичане синюю галочку эту. Нет, это вообще не моя история. Ну, не вы, вы звезда тикток. То есть не то, что вы выкладываете, а то, как вас выкладывают. У вас у каждого видео миллион и миллионов просмотров. Да, я даже не смотрю это. Нет, это прямо вот совсем не мое. Ну, а те, кто были в конкурсе, участвовали, там есть прям талантливые люди, ну, разово я смотрю, разово восхищаюсь, но у меня они не остаются ни в душе, ни в сердце, ни в памяти. То есть я не пересматриваю, и я о них не помню. Ну, разница между тем, как вы ввели «Минуту славы» и тем, как вы сейчас ввели тиктокеров в контингенте, да, участников, есть? Пожалуй, нет. Просто формат у «Минуты славы», он более, ну, так сказать, да, длинный, временно. А в тиктоке нужно там полминуты, и ты уже должен о себе что-то такое рассказать, показать, и чем-то так завлянуть. Нет, нет. Во всяком случае, мое отношение было абсолютно одинаковое. Талантливые или неталантливые. Что-то сделала такое из ряда вон, ну, прямо вот, чтобы восхитило. Или нет. Но вас все это поколение тиктока не бесит? Нет. Нет, ну, понимаете, когда девушка рассказывает красивое, как пукается после капусты, картошки, сока или там лангета, ну, я думаю, ты больной человек, понимаешь, а их много. Я думаю, а зачем? А кто это смотрит? Или давит прыщи, там, или еще что-то. Ну, я к ним отношусь как к болезнам просто, я думаю. Но оказывается, у них миллиардные какие-то просмотры. Ну, это не моя история, ну, пусть кто-то живет этим. И мы же все разные. У вашего мужа на левом плече татуировка с вашим портретом и надписью по-английски «Любовь до смерти». Это правда. В Америке сделал. В то время, когда у меня была депрессия, они с Лёлей улетели в Америку, а мамочка улетела в Оренбург, когда меня лечили, когда я была под капельницами. Это было, видать, зрелище еще то невыносимое. И он в Америке сделал мексиканцем убилы и сказал, что это невозможно за один день. Как вы к этому отнеслись? Я говорю, знаешь, ты с телкой с какой-нибудь там загуляешь, а она, что, будет тебе пластырь, что ли, ты не будешь снимать рубашку или майку? Я говорю, и как я буду там мешать вам? Он говорит, Гузеева, какая ты дура. А у вас что за татуировка здесь? Лёля Георгий. Ну, пацифический знак пацифистов. Это вы в каком возрасте сделали? Недавно. В Водоле. Эту недавно, да. А что у вас еще есть? Не скажу. Ну, скажите. Нет. То есть это какие-то интимные совсем татуировки? Идиотские. Ей пупок себе первый проколола, еще ни у кого не было. Уже сняла давно, потому что все колготки, все платья, все брюки у меня были с дырками. Правда, да, что Вера Глаголева была вашей ближайшей подругой? Да, она была моей свидетельницей на свадьбе с последним мужем, а Лариса Кудовиченко была у меня свидетельницей, когда я выходила замуж за американского мужа своего придурочного. А тяжело артистам-то дружить, наверное. Да, врать не буду. С артистками дружить тяжело. Очень. Если говорят, что нет ревности никакой, не верьте. С артистками тяжело дружить. Вот у меня две подружки молодые, Таня Арнгольц и Юлия Зимина, они прямо мои родные девочки. Но у нас с ними разные острова, понимаете? Писовая категория разная. Абсолютно. Все разное. Но, понимаете, чтобы не случалось проблем, нужно себе вот такой меловой круг. Когда ты говоришь, эта подруга может знать обо мне, ну вот это, я могу с ней говорить о мужиках, шмотках, детях. Дальше я ее не пускаю в свою семью, потому что она навредит. Она сама не виновата, но она так плохо живет. У нее-то столько проблем, и это сделает за нее ее внутренний черт такой, который ее подтолкнет. Она не будет виновата. Это ее жизнь так. С другой ты говоришь, я могу творчество, я могу вот это, но я никогда не буду о мужиках, шмотках и детях, потому что она все извратит, потому что она все это делает, и у нее длинный язык. То есть это уже все равно хватает, потому что не может быть одна. Я вот, например, я понимаю, что я сама не идеальная, я не идеальная. Тоже кто-то, наверное, какой-то круг очерчивает вокруг меня и не пускает меня дальше. Но я, кажется, своей интуицией сама не очень-то сделаю шаг вперед кому-то, пока не позовут. Поэтому ты уже какую-то свою жизнь начинаешь выстраивать вокруг себя, вылепливать какие-то там заборы или наоборот там селишь себе какие-то лужайки. Как тебе комфортно существовать? Потому что уже твоя интуиция, бескожность, уже твой надорванный, истасканный организм говорит, ни туда не иди в дружбу, потому что ты надорвешься. Просто ты там не выдержишь, надорвешься. Как вот я себе, не дружи с богатыми. Не дружи, это не моя территория. Петрушкой у них я не буду соответствовать им и дарить им подарки, чтобы приглашали на день рождения. Мне жалко, я лучше тете своей балкон застеклю, понимаете? Поэтому ты говоришь, мне вот это мое, меня на это хватит. А вот здесь не хватит. Все, ты туда не идешь. Слушайте, вы так классно объясняете, но с верой-то вы были до последнего дня, вы к ней летали. И это уже не объяснишь никак рационально, это не объяснишь никаким меловым кругом. Это уже, ну, это больше, чем просто выверенные отношения. А с Ларисой был момент, когда мы не разговаривали с ней несколько лет. Но они общались. Но я не буду рассказывать. Вы боитесь смерти вообще? Очень. Что было с вами в летом 1980 года, во время Олимпиады? Да, я умирала. У меня лопнул аппендицит. Кто был рядом с вами? Я приехала на каникулы к мамочке. И вот как-то так я, значит, фершел местный сказал, что у меня внематочная беременность, у меня этого не могло быть просто. Ну, не могло никак, не было никого. Моя учительница, классная бывшая, приходит к моей маме. Моя мама тоже учительница. Учительница истории вашей мамы, да. Да. И говорит, Альбина, а что Лариска белая такая? Ты, говорит, локти-то кусать не будешь? А я усыпляла. Говорила, мам, что, нормально, все, живот поболит, перестанет. И меня ночью увезли в больницу. И какая-то ученица бывшая мне не могла взять кровь, потому что брала грязной иглой. Она была забита кровью чьей-то. Меня вскрывали. Меня разрезали с двух сторон, меня вскрывали, все это, все. И пока я была в сознании, мамочку вызвали в больницу. Сказали, ну, пока жива, чтобы попрощаться. И потом мама рассказывала, она говорит, я подхожу к больнице с подругой, и вдруг священник, это плохая примета. Она говорит, я упала и стала выть. Она говорит, я бы разбила голову себе, я бы не стала жить. И маму воющую подвели ко мне, я лежала вся с трубками, с этими. Да. Я умирала. Я не умерла. Первое, что я захотела, курить. Весила килограмм сорок я после операции с этими трубками. А в соседней палате, как выяснилось, лежала, их бичи называли, бичиха, из тюрьмы, которую тоже оперировали, ну, с конвоем, там она с этими самыми, зэчка, не было больницы, наверное, не оперировали там, где она сидела в тюрьме, и ее вот это, ни у кого сигарет не было, и я с этой, как с этой. Я говорю, слышь, подруга, у тебя нет папиросы? Она говорит, есть, возьми. Я дошкандыбала до туалета, затянулась и упала там. И врач-хирург мне сказала, чертова ты кукла, чертова ты кукла, я тебя вытащила с того света, я не спала двое суток, и я тебя, чтобы ты вот так вот, сучка, малолетняя, вот это вот мне все устроило, вызвали маму, мама плакала, она говорит, что ж ты делаешь? Я говорю, сигареты мне привезите. Ну, вот так и выжила, короче, я не умерла. А что вы думаете, что там после смерти? Я хотела бы, чтобы не было ничего, чтобы умереть навсегда, и чтобы было вот вообще ничего. Потому что страх, я не знаю, что там будет, а я так нагрешила, и так не хочется гореть в аду, что нет, я вот хочу, чтобы ничего. Чтобы просто, вы знаете, как выключили, отключили, и все. Если бы вы выбирали, кем бы вы родились, мужчиной или женщиной? Женщиной, только женщиной. Самый страшный сон. У меня были пробы на Мосфильме у... Самсон Самсонов. И он собирался снимать фильм, где были брат и сестра-близнецы. Девушка и брат-монах. И меня вызвали на Мосфильме, сделали мне грим монаха, мальчика. Бороду приклеили, усы, вот эти длинные волосы. Я пошла... Тогда курили еще на Мосфильме, и я пошла вот на это покурить. И мимо меня проходили мои знакомые, все, никто меня не узнавал. Вы даже себя не представляете. Вот я бежала до гримерной и срывала по дороге вот эти усы, бороды. Мне потом снилось много-много лет, что я мужчина. Нет, это прямо вот для меня нет. Только женщина. Я не могу себя представить в чужом, в другом теле, с другой ментальностью. Я вот вообще не мужчина, не парень ни разу. Вадим, спи, спи, усни, Вадим. Могла бы быть женщина президентом России? Я думаю, что это так трудно и так сложно. И, например, если она одинокая, бездетная, она уже какие-то нужды человеческие не будет знать, не будет в курсе. И какая-то прослойка, не говорю, основная, будет обделена. Женщина, у которых есть дети, и та, у которых... Вот мои подружки, у которых нет детей, они совсем другие. Вот она думает... Слушайте, я считаю, что дети, это не совесть. Ой, нет, дети, это твое будущее. Это когда тебе страшно, что будет с планетой Земля, через там, потому что у тебя дети, внуки, и правда. А так ты думаешь, до горя оно все огнем. После меня хоть потоп. Нет, я в этом прямо убеждена. Не-не-не. Поэтому, если у женщин, например, у президента будут дети, то она должна будет им много времени посвящать, иначе вырастут задроты, больные, обделенные, несчастные дети мамы президента. Нет, пусть мужчины. Это мужское дело, мне кажется. Да, мужчин, они должны быть не так часто дома. Да? Не так много. Я думаю. То есть вы бы не хотели быть президентом? Да вы что, это было бы наказание всей стране, если бы я была президентом. У меня же полутонов не существует. Я бы вернула смертную казнь. Нет, потом, послушайте. Зачем? Я сейчас начинаю прямо перепушить. Меня к власти вообще никакой нельзя допускать. Да вы что? У вас, по-моему, с властью вообще только одно пересечение было. Вкусовщина. Вы были доверенными лицом Собянина. На этом ваши пересечения с властью заканчиваются. Я знала, что вы или кто-то будет затрагивать эту тему. Мы даже не будем об этом говорить. Как хотите. Я не вижу в этом ничего предосудительного. Я тоже не вижу. Я всегда мечтала жить в Москве. Я обожаю Москву. Я обожаю ее в том виде, в котором она сейчас есть. Мы едем по Москве. Я говорю, Лёля, посмотри. Говорю, вдоль Тверского посадили деревья. Они кому-то мешают. Мне нравится ярмарочная передновогодняя Москва и новогодняя. Мне кажется, это красиво, потому что Москва не только до москвичей. Это столица. Я приезжаю из Франции и Германии, где где-то стоит, где-то такая елочка и два огонька. И сюда, и здесь такая русская. Мне это все нравится. Мне нравится мэр, что он это все делает. Мне нравится, что чисто. Мне нравится эта Москва. Мне приятно гулять. Мне приятно приглашать своих иностранных друзей и хвалиться перед друзьями. Посмотри, как мы круто живем. Поэтому. Почему вы не участвуете в других каких-то политических акциях? Ни за что не агитируете вы? Я никогда не подписываю никаких писем. Почему? Ну, потому что я как-то в этом не вижу смысла. А зачем? Это не мое дело. Я в этом смысле не политизирована ни разу. У меня есть плюсы, у меня есть минусы. Я считаю, что есть определенная группа людей, которые выходят там, я, мы. Мне это не волнует. Я могу дать оценку на кухне какому-то действию или кому-то? Прям жесткую очень. Но агитировать или... А почему так часто артисты за ту или иную власть агитируют? Мозгов мало. Мозгов нет. А хочется быть на виду. Вообще, все, что касается политики, эмоции должны быть вообще на последнем месте. Если, например, ты законопроект какой-то создаешь, то вот это твое эмоциональное... Это никак не должно быть. Это глупость. Ты что, насекомый какой-то? У тебя полуизвизненно, что ли, в голове, да? То есть должен быть человек образованный, умный, статистика. Мы же все очень разные. Мы не можем быть все аполитичны. Или все политичны. Или все умные. Или все дураки. Мы абсолютно разные. У нас взгляд на все может быть разный. Один тормозит другого. У одного более холодный мозг. Он говорит, тебе туда не надо. Послушай. Пойдем вот. Ну, артисты, артистки, некоторые прям меня смешат. Думаешь. Ну, зачем тебе, бабушка, туда? Ну, уже с внуками вяжи что-нибудь. Не надо. Может, запомнить о себе так хотят. А может, думают уже, да ну ее, сколько той жизни осталось. Дай в историю войду, чтобы потом обо мне говорили. Не разбираются в этом ни черта. Не знаю. Какой возраст в жизни женщины самый-самый лучший? Вот так интересно. Но это же все вы мне же задаете конкретные вопросы. Я все успела. Вот у меня такого нет страдания. Я даже лишку своего женского получила. Да, но в каком возрасте лучше всего? Ну, смотрите. Я была молодая, красивая, любимая. Негде было жить. Не было денег. Не было чего носить. Не было на что есть. Понимаешь? И я помню вот эти лишения. И мне это омрачало мою жизнь. Вспомнить нечего. Я хотела, а не могла этого получить. Ну, и что хорошего? Ну, любили. По чужим дачам и по чужим комнатам, коммуналкам съем. Что в этом хорошего? Многое появилось. Либидо. Я уже так смотришь и думаешь, вроде жопка, хорошие глазки. А, потом. Понимаешь? Что-то исчезает с этим. Конечно, когда говорят, в каждом возрасте свое там счастье, своя радость. В старости главное, чтобы было здоровье. Я не вижу никакой радости, когда ты уже прямо фу-фу-фу, и тебя никто не любит. Но пока, ну, мне, честно, грех сжаловаться. Вот когда мне с мужиками все было хорошо, сложилось. Потому что вас до сих пор на всех программах заваливают цветами и подарками. Ну, вот пока мне грех сжаловаться. Какой вы себя видите через 10 лет? Ну, как минимум, чтобы я должна хотя бы похудеть, слушай, немножко. Килограмм на 20. Сделай себе потяжку, чтобы уже не вскрывать мозг оператора. Мне говорят, ой, не снимайте меня в профиль. Видите, уже потекла, что у меня вот этот подбородок. Там бла-бла-бла. Может быть, какой-то уже придумают без скальпеля. Что такое? Подтянусь. Программа еще выходит? Ну, не знаю. Может быть, мне там делимся опытом с молодежью. Или там что-то такое. Советы бабы Лары. Ну, что-то такое, ну, или там. Ну, я так думаю, на мой век хватит. Я готовлю неплохо. Могу одновременно готовить и болтать. Ну, может, что-то будет. Ну, вы говорили где-то, что вы не хотите быть вот этой вот старушкой на велосипеде в шортиках. Ой, нет, это я прямо ненавижу молодых вот таких. Нет, это я прямо терпеть не могу. С рюкзачком. А сейчас ведь эти все видео, как собираются подруги, эти все седовласки где-то. И они прямо такие крутые. И у них рядом пацаны молодые. И я думаю, сидят бабки старые. Прям старые бабки. Ну, вот она бабулась в эти, не знаю, Мартинсы. Ну, надела она короткую юбку. Ну, да, у нее худые дряблые ляжки. Ну, затянула она этим. Но она старая. И что? Ой, мы еще дадим форму молодым? Не дадут они форму молодым никогда в жизни. Вот просто у них своя ниша. У молодых своя. У среднего возраста своя. Чего заигрывать с молодыми прям? Ну, сегодня все сошли с ума же. Все же хотят быть девчонками и мальчишками. Сегодня все на это, так сказать, заточено. Если ты не молод, не строен, не хорош собой, тебе работы не будет и места в обществе. Вы хотите быть бабушкой? Да. Да? Да, очень. Конечно, я очень хочу быть бабушкой. Я хочу, чтобы мне дочка родила, Анька, чтобы меня родила. Да. Мне есть что дать. Будете хорошей бабушкой, либеральной? Я вообще не либерал. Ну, это да, это чувствуется. Я не либерал. Я Крым наш, мой. Мне очень нравится Москва. Мне так задело ваши вопросы. Думаю, а почему, собственно, я как-то вся запсиховала и не стала отвечать. Мне нравится Москва, мне нравится, что происходит. Да, я вот, я ватница абсолютная. А почему вы так с презрением про себя говорите в этом смысле? Это же ваши взгляды. Вы как-то меня, да, решили так немножечко ковырнуть. И я думаю, а что же я так вдруг засмущалась? Вот. Поэтому вы сейчас, продолжая ваш вопрос... Я про либеральную бабушку. Бабушка, которая все позволяет, бабушка, которая все разрешает. Зачем? Потому что это же разрушительно все позволять. Нет, вот когда дети росли, они должны были усвоить, одно слово, опасно. Вот есть, вот когда опасно и губительно, когда розетка, кипяток на этом самом деле есть. На все остальное можно уже, ну вот чуть-чуть, не нудить. Ну, грубо говоря, к Лелечке моя пришла подружка и госмамой проблемы. Я говорю, а что у тебя там за проблемы? Я там убираюсь, собираюсь. Она говорит, ну, до маразма, не трогай эту кастрюлю. В этой кастрюле варишь бульон, а вот в этой яйце, ну, до такой степени. Лелька даже удивилась, она говорит, да. То есть я не трогаю. Вот если есть возможность вообще обойтись без замечаний, то это вот я. Я не замечательная мама. Но только если уже я понимаю, что опасность и, может быть, беда через какую-то минуту, вот тогда очень жесткая. Ну, тогда я прямо совсем Гитлер почти. Выберите, пожалуйста, милосердие или справедливость. Ой, в разных случаях, наверное, милосердие. Свобода или стабильность? Свобода. Правда или безопасность? Ну, в результате правда. Потому что если ложь, то безопасность закончена. Ну, думаю, правда. Но вообще все же имеет какие-то... Все очень оспаривается. Есть ситуации, когда справедливость важнее. Опять же, вот эти эмоции, да. Вот когда суд. Есть статья. Нельзя все, понимаешь, рассказывать. Нет, а его бабушка в детстве била, мама сисю не давала, понимаешь. И поэтому он растлил, и поэтому он там вот это вот все. Ну, хороший же человек. Огород там тети Любеев. Нельзя. Должен быть закон. То есть все это как-то... А иногда, вот как с этими армянскими девочками, которых... Сестры Хачатурян. Сестры Хачатурян. Понимаешь, вот там милосердие должно быть. Бедные девки. Я как представлю, что им с этим жить. Все, у них уже жизни никакой нет. Понимаешь, это называется выкопай и еще раз убей. То есть, ну, понимаешь, мои эмоции, это плохо. Нельзя, вот таким, как я, нельзя ни законы создавать, ни решать что-то, ни чтобы за нами было последнее слово. Потому что, да, наотмашь. Последний вопрос. Карьера или любовь? Карьера. Я сейчас слышала. Так вот, да? Потому что, ну, я еще, я говорю это сейчас с позиции своего возраста. А лет до 30, наверное, я бы говорила, любовь. Ну, любовь, конечно, любовь, что может быть главное. Ну, нашу муку в уголок, Павелок, бери. Хочет бедного убить? Ты какого муку убить? А! 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 А!